Сайт мобильного репортера, одной из самых рейтинговых программ нашего канала, обновился. Каждый пользователь теперь может настроить его под свои личные предпочтения. Срочные новости выходят с пометкой «Молния», а благодаря новому приложению для смартфонов загрузить видео можно практически мгновенно, из любой точки и без регистрации. О новых возможностях для расширения аудитории и штата народных репортеров Александр Лукьянов. Такого никогда бы не показали по ТВ, если бы рядом не оказались мобильные репортеры. Армия внештатных народных корреспондентов ежедневно присылает на сайт mreporter.ru около 300 эксклюзивных видеокадров. Вот в Татарстане самолет при посадке едва избежал столкновения с автомобилем, который выезжал на взлетно-посадочную полосу. Здесь жители Тула из своих машин выстрелили новогоднюю снежинку и прислали это праздничное видео в редакцию как поздравление для всей страны. А вот такой оригинальный способ борьбы с сугробами нашли в Новосибирске. С помощью баллончика с краской активисты написали фамилию мэра города. Локоть лучший выбор сугробов, лучший их союзник, их кандидат. Уже на следующий день его, имеется ввиду сугроб, убрали. Участникам первого в России новостного проекта, созданного зрителем, удается снять пожар, оказавшийся в самом пекле, а также с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера. После обновления сайта найти на нем новости по своему вкусу стало легче, говорит руководитель проекта Виталий Арутюнян. Кому-то нравится погода, кому-то ЖКХ, кому-то котики-собачки, а кому-то ДТП. И ты выставляешь в поиске и в настройках именно тот хэштег, который тебе нужен, и сайт будет уже показывать тебе те ролики, которые тебе интересны. Кроме того, мобильные репортеры видят, какая тема в этот час самая актуальная, а значит, имеет все шансы попасть в телевизионный эфир. В левом углу есть такая оранжевая строка, там называем молния. Например, вот сейчас в Саратове взрыв в жилом доме произошел бытового газа. Можно написать, мобильные репортеры, присылайте свои ролики с этого происшествия. Через 15 минут такое видео появляется, и в итоге становится яркой иллюстрацией чрезвычайного происшествия в новостном репортаже. Еще год назад Надежда Нефедова сама снимала ролики на мобильные телефоны в родном Волгограде. Сейчас в Москве работает в редакции сайта. Она модератор, тот, кто первым видит присланные кадры, помогает авторам правильно описать события и подобрать к нему яркий заголовок. География работ народных корреспондентов в России не ограничивается. Постоянные авторы есть в Германии, Израиле, Штатах и даже в Австралии и Таиланде. Присылали вчера репортажи из Таиланда о том, как дожди затопили остров Самуи. Мобильный репортер из США прислал даже нам репортаж с избирательного участка, где показал, во-первых, как проходят выборы, то есть смог снять такие кадры, и даже сумел пообщаться с некоторыми избирателями о том, как, за кого и почему они голосуют. Кроме корреспондентской сети, расширяется сеть филиалов. Более 30 региональных компаний сейчас создают и выпускают в эфир подобные программы. Первый выпуск в новом, в 2017 году. В Казани мобильный репортер появился еще в 2013-м. В новом выпуске кадры с камер наружного наблюдения. Банка, который грабит вор в образе Стаса Михайлова. Туманы для тебя, моря и океаны. И танцы в пробках. Ну вот если еще два года назад собрать выпуск мобильного репортера было наиболее проблематичнее, так как еще жители республики не так активно пользовались своими камерами на телефоне, то сейчас уже все поменялось. В Томской области зрители разоблачили местную администрацию, показав, как с одной улицы детскую площадку убрали, а на другой ее же и поставили, как новую. Этот социальный ролик вызвал широкий резонанс. В Ярославле готовится к первому выпуску этой региональной программы. Тема «Аномальные морозы». Недостатка в материалах нет. Информацию получают из первых рук, от горожан, которые на себе испытали, что значит экстремально низкие температуры. Те катаклизмы, те катастрофы, те ситуации, которые случились благодаря этим морозам, или несмотря на них, все будет показано нашими репортерами, нашими мобильными репортерами. У непрофессиональных репортеров появилась и своя телевизионная премия. Награды активным участникам проекта вручались в самом западном регионе страны. Победитель номинации «Оперативный кадр» Денис Воронин говорит, что секрет его успехов в соответствии названию проекта, а именно в мобильности. «Очень много людей выкладывают практически мгновенно, как что-то произошло, какую-то либо фотографию, либо просто текстовую информацию о каком-то случившем событии. Ну, я быстро мониторю, читаю, и если я рядом где-то выезжаю, я оказываюсь, бывает первым». Сейчас без видео, снятого на мобильный телефон, не обходится ни один выпуск новостей федерального телеканала. Его значение возросло настолько, что качество картинки уходит на второй план. Важнее содержание, насколько сильную эмоцию зрителей оно вызывает. Через новое мобильное приложение, выпущенное для iOS и Android, отправлять свое видео на сайт можно уже без долгой регистрации, зайдя через социальные сети. Александр Лукьянов, Вести.